Уважаемые друзья, очень приятно видеть вас здесь, в нашем министерстве по случаю проведения в Москве первого молодежного саммита БРИКС. БРИКС сам по себе это молодое объединение, построено на инновационных подходах, то есть все принципы, которые отражают веление времени и отвечают современному этапу мирового развития. Мир меняется, мир находится в состоянии поиска оптимальных форм полицентричной системы, устройства международных отношений, в которой будут несколько центров развития, центров притяжения, центров, которые представляют различные цивилизационные уклады и модели развития. И это те самые принципы, на которых работает БРИКС, на которых эта структура была сформирована. И цель нашей организации, нашего форума в первую очередь заключается в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития наших стран и обеспечения благосостояния наших граждан. Мы являемся, Россия является председателем в этом году. У нас обширная программа председательства, которая была поддержана всеми участниками пятерки. И программа эта нацелена на максимальное практическое продвижение по тем направлениям, которые были определены главами государств в качестве приоритетов развития нашего объединения. И по целому ряду направлений мы уже не просто координируем подходы, но реализуем совместные проекты. В практической деятельности наступает очень важный новый этап. Мы сейчас в этом плане завершаем подготовку к запуску финансовых институтов БРИКС, нового банка развития и пула условных валютных резервов. Мы выходим на принятие долгосрочной стратегии многопланового экономического партнерства. Ну и в целом стремимся расширить круг областей сотрудничества стран нашего объединения. БРИКС, кроме всего прочего, помимо такой экономической, практической, прагматичной повестки дня, стал уже влиятельным фактором и мировой политики, ну и мировой экономики тоже. В Уфе на следующей неделе, вы знаете, будет саммит нашего объединения, будут участвовать пять лидеров пяти стран. И мы убеждены, что решения, которые там будут приняты, позволят придать дополнительный импульс дальнейшего формирования БРИКС в качестве одного из ключевых элементов системы глобального управления на современном этапе. Причем мы не объединяем наши усилия против кого бы то ни было. Напротив, мы сконцентрируемся на продвижении позитивной, объединительной повестки дня в международных отношениях. И совместные позиции наших стран играют очень важную, стабилизирующую роль в мировых делах. Эта позиция взвешенная, сбалансированная. Она реально способствует поиску и продвижению справедливых подходов к актуальным проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества. Все пять стран выступают за верховенство международного права, за укрепление центральной роли организации объединенных наций, за мирное урегулирование конфликтов и споров, за право стран и народов самим определять свою судьбу, беречь свои традиции, свои ценности, свою культуру. БРИКС вносит крупный вклад и в укрепление мировой финансовой и экономической архитектуры, активно участвует в процессе реформирования международной валютно-финансовой системы. Эти вопросы обсуждаются прежде всего в рамках группы 20, а все пять стран БРИКС являются участниками группы 20. И вот в рамках 20, когда обсуждаются задачи реформы международной валютно-финансовой системы, наши пять стран действуют не в одиночестве, а у них есть достаточно серьезная группа поддержки. Это и Аргентина, и Мексика, и Индонезия, и Египет, и ряд других стран, Саудовская Аравия. Так что БРИКС является еще и ядром притяжения единомышленников, которые выступают за более справедливые международные отношения, в том числе и, прежде всего, международные экономические отношения. И совершенно понятно, что решение стоящих задач перед нашими странами невозможно без прочного фундамента, фундамента дружбы, доверия между нашими народами, без расширения контактов между людьми, конструктивного взаимодействия между представителями гражданского общества. И в этом смысле мы придаем особое значение и возрастающее значение гуманитарному направлению сотрудничества в БРИКС. Как вы знаете, уже состоялись гражданский форум, академический форум. Они внесли весьма полезный вклад в работу по сопряжению, если хотите, таких созидательных интеллектуальных потенциалов пяти государств. И убежден, что особое значение для такого молодого и устремленного в будущее объединения, как БРИКС, имеют обмены по молодежной линии. Ведь именно вам, молодым, предстоит очень скоро взять на себя ответственность за все, что происходит и внутри государств, и что происходит во внешней политике, на международной арене. Поэтому мы очень ценим нашу сегодняшнюю встречу. Будем всячески поддерживать развитие молодежных обменов. Знаю, что у вас насыщенная программа в России, в Москве, в Казани, и потом кто-то покажется в Уфе, как я понимаю. И мы продолжим поддерживать ваше начинание. Другие проекты, которые связаны с молодежью, в частности, проект создания сетевого университета БРИКС. А осенью в нашей стране состоится глобальный университетский саммит. Так что, если кто-то из вас является еще и студентом, я уверен, что многие, то милости просим. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Сергей Григорьевич, если позволите, я буквально хотел бы сказать пару слов, поприветствовать всех участников, которые сегодня нашли возможность присутствовать с нами в Москве. Более 200 человек сегодня из всех стран БРИКС присутствуют здесь, в Москве. Некоторые из вас присоединятся к нам в Казани еще дополнительно. Поэтому хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за то, что откликнулись на предложение России и принять участие в первом молодежном саммите БРИКС. И 6 числа также состоится встреча министров молодежной политики стран БРИКС, где будет подписан меморандум, так называемый план действий, который определит создание молодежного измерения БРИКС. Поэтому хотел бы вас поприветствовать, сказать вам спасибо и пожелать нам всем удачной работы эти несколько дней. И, пользуясь случаем, Сергей Григорьевич, хотел бы от всех нас, от молодежи стран БРИКС, поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность с нами встретиться здесь, в Москве. Спасибо вам большое. У нас есть модератор нашей встречи, Роман Чуков, который с нами будет все несколько дней. Роман, наверное, было бы правильно, если бы у тебя была возможность задать первый вопрос. Благодарю. Сергей Викторович, добрый день. Огромное спасибо, что нашли время встретиться с нами. Для нас это огромная честь, что саммит открывается не где-нибудь, а именно в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Я думаю, что всех участников саммита интересует вот какой вопрос. Поскольку нам в ближайшие несколько дней предстоит, как сказал Сергей Валерьевич, работать над планом действий, где мы сфокусируемся на вопросах, созвучных с повесткой взрослого саммита БРИКС, но попробуем найти пути и подходы, в которых молодежь сможет привнести свой вклад и помочь в решении некоторых проблем. Так вот, если бы вы были на нашем месте, если бы вы были делегатом молодежного саммита БРИКС, какие бы проблемы, как вы считаете, вам бы оказалось в первую очередь необходимо рассмотреть и найти решение? Спасибо. Во-первых, вы сами сказали, что все-таки есть повестка дня взрослого саммита, и очень хорошо и полезно, что вы хотите ориентироваться на выработку своего видения по тем вопросам, которые президенты собираются обсуждать. А во-вторых, я даже не буду от себя ничего придумывать, мы за то, чтобы вы проявляли инициативу, если какие-то вопросы, по вашему убеждению, незаслуженно пока еще не упомянуты в повестке дня, я всячески вас призываю эти инициативы выдвигать, оформлять, представлять на рассмотрение Министерства иностранных дел, на рассмотрение президентов, премьер-министров, мы будем это только поддерживать. Мы должны обязательно знать, чем вы живете, чем молодежь интересуется, что ее заботит, какие вы сами видите возможности и перспективы для пятистороннего сотрудничества. И вот это чувство ваших, ощущение того, что вы испытываете, для нас принципиально важно. Если БРИКС, а мы убеждены, что так должно быть, будет еще долго и долго определять многие направления мировой политики, то очень важно, чтобы преемственность начиналась с самого начала. Добрый день, меня зовут Ирина Ютяева, студентка МГИМО. Сергей Викторович, большое спасибо за ваше выступление. И вопрос следующий. Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития молодежного измерения БРИКС и в каких направлениях, ну, может быть, помимо университетских обменов, о которых вы уже сказали, оно будет развиваться? Спасибо. Университетский обмен – это очевидная вещь. Я думаю, что и в рамках гражданского форума обсуждаются вопросы, которые так или иначе имеют отношение к молодежной повестке дня. Поэтому, думаю, неплохо было бы посмотреть, есть ли какие-то формы координации между повесткой дня гражданского форума и молодежного форума. Ну, а если говорить по содержательным темам, ну, опять же, то, что я сказал, отвечая на первый вопрос, очень важно понимать, что вам самим кажется важным. И надеюсь, что среди этих важных вопросов будут и международные дела, потому что внешняя политика сейчас привлекает особое внимание, слишком много в мире кризисов, конфликтов. Долгие годы были ознаменованы целой серией таких компаний по защите прав человека и под этим лозунгом по вмешательству во внутренние дела, в том числе путем применения военной силы. Ни в одном из случаев такого вмешательства положение не стало лучше. Наоборот, в большинстве стран, где такое вмешательство осуществлялось, положение стало катастрофическим. Государство на грани развала. Очень много сейчас уделяется внимания роли молодежи в формировании национальной повестки дня, и в том числе через призму так называемых мирных протестов, которые все больше и больше становятся нормой поведения, по крайней мере, с точки зрения некоторых наших западных коллег. Вы знаете, как начинались цветные революции, Майдан на Украине, нынешние события в Армении. Есть тоже искушение у многих использовать их для того, чтобы нагнетать антиправительственное настроение. Хотя корень этих событий сугубо экономический. Но кому-то, видимо, кажется полезным идти дальше и развивать уже эти процессы в политическом ключе. Было бы очень интересно, чтобы вы это обсудили. Потому что, с одной стороны, конечно, у населения, у народа, особенно у молодежи, всегда есть свои взгляды на вещи. И всегда есть, наверное, озабоченность и социальным, экономическим положением. Не у всех это благополучно складывается. И самое главное, независимо от, так сказать, бытовой стороны дела, есть еще такая вещь, как социальная активность молодежи. И я здесь не призываю выступать против чего-то или за что-то. Просто было бы интересно, как вы сами эту социальную активность ощущаете, что вы испытываете, что вы считаете абсолютно необходимым для себя в качестве личности, которая самоутверждается, оканчивает, получает высшее образование, поступает на работу. И здесь, повторю, мне было бы, наверное, интересно услышать просто искренние высказывания людей, которые уже вступили в жизнь, формируются как личности, как профессионалы и, конечно, как граждане. И вот что эти молодые граждане в своих обществах видят полезного, что им, кажется, нужно изменить. Вот, наверное, я ограничусь этим ответом, потому что внедряться дальше в детали, это уже вам следует. Спасибо, Сергей Викторович. Ирина, у нас как раз предусмотрено пять направлений, в рамках которых мы будем отписывать, в том числе и политические направления, поэтому я думаю, что у нас будет время обсуждать. Пожалуйста. Пожалуйста. Если можно, микрофон. Микрофон, если можно. Да, спасибо. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Луценко Елизавета, город Владивосток. Прежде всего, для меня большая честь находиться здесь и даже иметь возможность задать вопрос, это как какой-то сон сейчас волшебный. И мой вопрос состоит в следующем. Следует ли БРИКС, как новому формату, но тем не менее, двигаться в направлении создания такой более классической организации со штаб-квартирой и своим уставом? Спасибо. БРИКС возник естественным путем. Не было никакой инициативы искусственной. Как вы знаете, поначалу четыре страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай, были включены в рейтинге одного из банков, то ли Голдман Сакс, то ли Морган Стэнли, Голдман Сакс, в качестве лидеров среди развивающихся, быстро растущих экономик. И потом на каком-то этапе эта тенденция оформилась в контакты между этими лидерами. Началось, кстати, все с сотрудничества в рамках РИК России, Индии, Китай. И инициативу развития такого сотрудничества выдвинул Евгений Максимович Примаков, наш великий государственный деятель, дипломат, политик, академик, который ушел из жизни несколько дней назад. Но именно ему принадлежала инициатива вот этого тройственного взаимодействия РИК России, Индии, Китай. Параллельно с этим, как я уже сказал, в рейтингах появилась еще и Бразилия, которая наряду с этими, с нашими тремя странами демонстрировала тоже очень впечатляющие темпы роста. И вот этот вот БРИК сформировался уже объективно в сфере экономических показателей, в статистической сфере. Ну и президент Путин на одном из многосторонних мероприятий предложил своим коллегам из Индии, Бразилии и Китая встретиться и просто обсудить, вот как-то как получилось, что мы статистически движемся в одном направлении, может быть, из этого можно извлечь какую-то пользу. Так и произошло. И потом очень важным этапом развития нашего объединения стало присоединение к нему Южноафриканской республики. Это обеспечило полную гармонию, полную представленность всех развивающихся регионов в этой структуре. БРИКС, в общем-то, развивался изначально как форум обсуждения сопоставления экономических вопросов, финансовых вопросов, форум координации подходов к деятельности группы 20, прежде всего в том, что касается рассмотрения в 20-ке проблем реформы международной валютной финансовой системы. В 2010-м году, когда на саммите в Южной Корее 20-ка приняла, среди прочего, решение о первом этапе реформы квот и системы голосования в Международном валютном фонде, это во многом было заслугой БРИКС. К сожалению, все участники этой договоренности с тех пор уже ратифицировали этот этап реформы, кроме Соединенных Штатов. И одна из задач предстоящего саммита 20-ки в Анталье осенью этого года заключается в том, чтобы, несмотря на отсутствие ратификации со стороны США, найти пути осуществления и претворения в жизнь вот того этапа реформы Международной валютной системы и Международного валютного фонда, который был согласован еще пять лет назад. И опять-таки БРИКС здесь играет ведущую роль вместе с партнерами в 20-ке немало стран, которые разделяют наши подходы. А на саммите в Индии пару лет назад наши индийские партнеры предложили в итоговой декларации отразить целый ряд международно-политических вопросов, включая и сирийский кризис, и ближневосточное урегулирование, и многое другое. И никто не возражал. И то же самое произошло в Форталезе, где бразильские организаторы саммита тоже способствовали принятию декларации, в которой помимо финансово-экономического блока содержались и политические оценки. Это является отражением, во-первых, принципиального совпадения наших взглядов на большинство международных проблем, на вообще проблемы мироустройства, а во-вторых, отражением того, что все стараются идти от жизни и фиксировать согласие по тем вопросам, по которым это согласие реально проявляется. И мне кажется, это самый оптимальный способ дальнейшего развития нашего объединения. Объявлять о создании организации с членскими билетами, штаб-квартира. Это будет обюрокрачивать этот процесс сотрудничества, который сейчас, по-моему, всех абсолютно устраивает. Да, нужны какие-то организационные начала, чтобы просто более комфортно готовить документы, общаться между столицами. И для этого создается так называемый виртуальный секретариат по тому же принципу, что сетевой университет будет электронная структура, но она реально будет обеспечивать связь между всеми головными ведомствами в наших пяти странах. А когда придет время и вдруг лидеры и другие участники процесса развития БРИКС почувствуют, что уже требуется какая-то постоянно действующая, где-то базирующаяся структура по обслуживанию этой работы, ну, наверное, тогда лидеры будут принимать соответствующие решения. По-моему, пока мы являемся свидетелями оптимального формата развития БРИКС. Пожалуйста, давай теперь с этой стороны, наверное, да? Пожалуйста. Работает. Здравствуйте, Сергей Викторович, меня зовут Евгений Красанцов, Саратовский государственный университет и Сиамонский университет. Ну, я хотел бы сделать попроще, упростить, так сказать, задачу для наших иностранных коллег, сделать атмосферу для них более комфортной и задать вопрос на английском, если никто не против. You have mentioned that the world is changing and that the BRICS countries are trying to work hard to come up with ideas and projects in different spheres, trying to implement them. So, my question is, where do you think we can do more? Where do you think we can push harder to reach better achievements? Если вкратце на русском, то, Сергей Викторович, как вам кажется, где мы сможем сделать больше и где мы недорабатываем? Спасибо. Ну, смотря, кого вы имеете в виду под мы. Если мы Россия или мы BRICS или мы международное сообщество. Мы, как BRICS, конечно же, если мы уж обсуждаем. Вот, ну, BRICS, это, конечно, очень мощная структура и по населению, крупнейшее объединение в мире по внутреннему продукту среди самых основных лидеров и по влиянию на международные отношения, конечно, BRICS это весьма-весьма серьезный фактор. Но характер конфликтов, которые сегодня в мире разгораются, не затухают, таков, что даже такая структура, как BRICS, без сотрудничества с другими игроками не способна их эффективно урегулировать, то же самое относится и к любой другой стране или группе стран. Ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз, ни НАТО, ни кто-либо другой в одиночку без подлинно коллективного объединения усилий ни один конфликт в этом мире урегулировать не сможет. И мы убеждены, какой конфликт ни возьми, всюду требуется объединение и Запада, и Востока, и Юга, и структур, которые объединяют западные страны, и ведущие страны, в том числе страны, страны BRICS. Поэтому ответ на вопрос, что мы можем сделать дополнительно к тому, что мы делаем, заключается, наверное, как это не просто звучит, в том, чтобы продолжать и более интенсивно выступать за более справедливый подход к международным отношениям, за утверждение демократии в международных отношениях, за утверждение верховенства права в международных делах. Потому что наши западные партнеры всегда говорят, что вот каждая страна внутри себя должна обеспечить демократию и верховенство права. Но когда мы предлагаем эти же принципы, прежде всего принципы демократизации перенести на уровень отношений между государствами, энтузиазма немного. Но это пройдет, потому что целый ряд основополагающих принципов международных отношений, прежде всего зафиксированных в уставе ООН, обеспечивают или требуют обеспечить суверенное равенство государств. И все беды, которые мы или большинство бед, которые мы за последнее время наблюдали, заключаются, как правило, в том, что принцип суверенного равенства государств на практике некоторыми нашими западными коллегами игнорировался. Осуществлялось вмешательство в нарушение устава ООН, в нарушение обязательств по заключительному акту ОБСЕ, осуществлялось игнорирование резолюции Совета Безопасности, он и многое другое. Поэтому у БРИКС есть очень, я считаю, сильное оружие, это моральный авторитет, и необходимо его в первую очередь использовать, и во-вторых, добиваться, чтобы уже в практическом плане на соответствующих форумах, будь то двадцатка, если идет речь о справедливости в международных экономических отношениях или организации Объединенных Наций, если идет речь о урегулировании различных споров между или внутри государств, чтобы БРИКС отстаивала такие подходы, которые отвечали бы принципам Устава Организации Объединенных Наций. Ну и было бы, наверное, тоже неплохо непосредственно вовлекаться в качестве участников различных переговорных форматов. Если брать конкретные примеры, Россия и Китай, как вы знаете, сейчас участвуют в переговорах по иранской ядерной программе вместе с Европейской тройкой и Соединенными Штатами Америки, ну и, естественно, вместе с Исламской Республикой Иран. Мы были бы заинтересованы, чтобы по целому ряду других форматов, которые складываются для решения тех или иных проблем, активнее подключались бы, скажем, наши индийские партнеры, если речь идет об азиатских делах, бразильские коллеги, если идет речь о латиноамериканских процессах. Ну и Южноафриканская республика, конечно, также весьма и весьма авторитетное государство и делает очень много для того, чтобы вносить вклад в урегулирование многочисленных конфликтов, которые, к сожалению, на африканском континенте сохраняются. Так что здесь нет каких-то волшебных решений, инициатив. Это кропотливая повседневная работа, и она будет продолжаться очень и очень долго. Но вода камень точит. Наше дело в общем-то правое по большому счету. Мы выступаем за те принципы, под которыми подписались все государства мира. надо последовательно и твердо, без какой-либо конфронтации эти принципы воплощать в жизнь в каждом конкретном случае. Убежден, что у Брикс, у его лидеров есть для этого вся необходимая политическая воля и все практические возможности. Если не возражаете, предлагаю дать слово нашим иностранным гостям. Если такие вопросы у наших коллег есть, пожалуйста. Игорь Негода как-то принимать лучшие преимущества в суммите и в дискуссиях в эти четыре дня. И какие ваши ожидания для нашей дискуссии. Спасибо. Если я правильно понял, тут у вас предприниматели китайские участвуют. 16 человек, в китайской делегации есть предприниматели. Вот это очень прагматичный и правильный подход. Надо любой формат, даже молодежный форум использовать в конкретных целях. И я целиком поддерживаю такое отношение к работе, потому что молодежный бизнес это тоже очень важная вещь. Мы заинтересованы в том, чтобы и в этой сфере, в сфере деловых связей была преемственность и нынешние встречи позволяют такие контакты установить и договориться об их развитии. У нас с Китайской Народной Республикой наиболее разветвленный механизм двустороннего сотрудничества есть на виду с ежегодными саммитами механизм встреч глав правительств и четыре рабочих комиссий возглавляемых вице-премьерами по всем мыслимым направлениям делового сотрудничества, торгового сотрудничества, энергетического сотрудничества. И думаю, если инициатива от молодых китайских предпринимателей прозвучит, можно было бы подумать о создании какой-то молодежной подгруппы в рамках вот этих подготовительных процессов. У нас с Китаем молодежные контакты, молодежные обмены поставлены на такую системную основу, в том числе и в контексте года дружеских молодежных обменов, который буквально сейчас завершился, по-моему, только что, в ноябре завершаться будет, да. Вот в рамках этого года можно сформулировать какие-то идеи с тем, чтобы структуры межгосударственного и межправительственного сотрудничества учитывали интерес молодых бизнесменов. Я поддержал бы. Сергеевич, у нас еще в Харбине, напомню, был создан клуб молодых предпринимателей российско-китайских, еще на первые экспо российское в Китае в Харбине был такой клуб создан между всей Китайской Федерацией молодежи и Российским Союзом молодежи, поэтому в рамках него обязательно продолжим переговоры в Казани. Я предлагаю коллегам из других делегаций тоже воспользоваться возможностью задать вопрос, если такие есть. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Там нет, там есть микрофоны? Спасибо. Спасибо. Thank you. I'm Eric from South Africa. I'm a diplomat by profession. My question to the minister is actually on two issues. To say that as the youth of the BRICS arrangement if we propose to the heads of states a summit which is going to take place on the 8th and the 9th of July that we need to be represented one in the BRICS Development Bank. We know that their board of directors that are going to be serving as directors in the BRICS Development Bank. As young people can you give us a seat? Can we have young people from all five member states being represented so that the bank will be able to save the interest of young people specifically those who are in business because we know that the challenge is that young people they've got ideas they are innovative but they don't have capital they don't have money to actually take their ideas forward. Two we've got the BRICS Business Council the Business Council and I think that currently the Russian Federation is chairing South Africa was chairing previously it was chaired by Mr. Motsepe so we're saying that it's a question as Russia are you willing to say that can young people who are in business get a space within the BRICS Business Council Honorable Minister we know that there's a process that we're going to follow and we are saying that in South Africa that we're going to follow the protocol in terms of how things are going to unfold until the 9th we'll follow the protocol of the BRICS the shepherds and the social shepherds and the ministers of foreign affairs will say okay this is a position can we actually I'm lobbying the Russians as the host that we're going to actually propose a paragraph in South Africa and I want the minister to actually tell us as young people here that actually should we be part of these BRICS or not because we cannot be outside while actually people are saying no there's BRICS we want to be part of BRICS actually we are part of BRICS so minister we are saying that we are actually putting a proposal to you that we need a space in the all work streams of BRICS either in the academia art and culture business all the work streams can we have representatives from all five member states having young people being represented being part of the whether you call it the board of directors or whatever you call it can we have young people be there thank you you're a good lobbyist конечно и значит я лично считаю что молодежи необходимо предоставить место во всех процессах которые сопряжены с развитием BRICS что касается конкретных идей которые вы предложили на наше рассмотрение о включении молодых представителей от каждой страны в совет директоров банка и в деловой совет BRICS знаете мне как-то даже не очень ловко потому что надо чтобы вы попросите чтобы я эти предложения рассмотрел или чтобы российское представительство рассмотрело но нам важно получить официальный запрос от правительства в данном случае южноафриканской республики потому что представители вашего правительства участвовали во всех переговорах по формированию и устава банка развития и по формированию делового совета я лично считаю что в деловом совете абсолютно никаких проблем не возникает потому что деловой совет формируется пятью странами и там нет каких-либо ограничений по количеству по возрасту поэтому если южная африка покажет пример и начнет включать в состав делового совета молодых бизнесменов я уверен что и 16 китайских предпринимателей с удовольствием поддержат эту инициативу поэтому милости просим а что касаем мы во всяком случае я точно порекомендую тем структурам в российском правительстве которые отвечают за поддержку делового совета чтобы молодые предприниматели там и думаю Сергей Валерьевич тоже мне в этом поможет чтобы они там были представлены вот ну а банк развития устав сформирован там есть абсолютно конкретные правовые рамки в том числе и описывающий членский состав поэтому поэтому нужно идти если вы хотите со стороны Южной Африки чтобы была молодежь представлена значит нужно вот вашу квоту использовать под молодого человека или молодую девушку и другие страны могут также определять своих представителей в совете директоров а в целом повторю еще раз мы уже многое делаем для того чтобы молодежь ощущала себя в Бриксе комфортно и чтобы понимала что ее интерес ее чаяние ее предложения в полной мере учитываются различные форматы включая нынешний форум для того и создавались намастей я делаю исследование в Индии я буду быть южным представителем академии я бы хотел поговорить Бриксе университете это инициатива России и я бы хотел узнать как это будет отличаться от других университетов в промоутении южного развития и подготовить нас для будущего спасибо спасибо большое я думаю что в течение ближайших дней которые вы будете работать у вас будет гораздо более информированный человек об этом проекте я по понятным причинам знаю лишь самое общее о том что этот университет создается будут наверное какие-то не могут представители а также будут представители они самым подробным образом вам расскажут я только хочу сказать что с политической точки зрения мы считаем этот проект очень важным он помогает и не только общаться и развивать студенческие обмены но он помогает изближать образовательные стандарты позволяет может быть выходить на договоренности о взаимном признании документов об образовании с некоторыми странами у нас такие соглашения заключены и тогда уже будет не просто студенческий обмен ради того чтобы потом разъехаться по своим странам а будет возможность испытать себя в качестве предпринимателя профессионала в соседней дружеской стране и сравнить где интереснее где лучше так что это очень перспективный проект он опять-таки обеспечивает взаимопроникновение наших обществ и цементирует наше сотрудничество в обоюдных интересах я просто скажу что университет МГИМО университет МИД Российской Федерации он с нами партнер по нашей образовательной программе все время они будут присутствовать на форуме также эксперты из академической среды в том числе всех стран которые здесь сегодня присутствуют и вы я думаю сможете принять участие в этой дискуссии коллеги если можно если есть вопрос от бразильской страны пожалуйста hello thank you thank you for giving us an opportunity to be part of this BRICS so we are looking forward to interact with everyone so the issues we have given apart from this political and everything can we consider about issues on international sea security which are very vital for international organizations right so like see in high level see that we have the problems like piracy illegal drugs or illegal activities are being carried out so can we consider some kind of issues or topics which like can cover or like how to protect the international sea which are vital after all so can we take some kind of issues on that can you repeat what kind of security issues you are interested international sea security like sea oceans yeah спасибо мы активно участвуем в целом ряде форматов где обсуждается морская безопасность это в частности региональный форум ASEAN где Россия наряду с Китаем Индией и другими странами является участниками многих дискуссий и морская безопасность в принципе имеет очень много измерений в том числе измерения которые актуальны и для Юго-Восточной да и Южной Азии и для Восточной Африки это пиратство до недавнего времени это была такая головная боль но видите мы очень быстро смогли организовать скоординированные что очень важно действия военно-морских сил многих государств включая Китай Индию Россию страны НАТО страны Евросоюза которые более-менее эти действия позволили приглушить остроту этой проблемы хотя до конца она не решена сейчас возникает проблема нелегальных мигрантов в основном о ней говорят и пишут в контексте нелегальных мигрантов которые через северную Африку пробираются в Европу но такая же проблема есть и в Восточной Азии и здесь очень важно обеспечивать баланс между необходимостью пресекать нелегалов и бороться с теми кто на судьбе этих людей ищущих лучшей жизни делает незаконные грязные деньги но с другой стороны нельзя действовать против подобных подобных схем через нарушение международного права а такие вопросы возникают в связи с идеями о том чтобы не только в открытом море останавливать и инспектировать различные плавсредства на которых могут перевозиться нелегальные мигранты но и чтобы делать это в территориальных водах да и на суше соответствующих государств правда упоминают о том что это надо делать с их согласия но вот в случае с Ливией очень трудно понять как такое согласие можно получить в отсутствии единого правительства есть правительство признанное организация объединенных наций в городе Тобрук а есть правительство которое непризнанное организация объединенных наций И именно это непризнанно, и правительство контролирует основную часть прибрежной зоны, через которую, собственно, и осуществляются эти нелегальные туры. Поэтому я уверен, что и для Восточной Азии эти вопросы возникают. Наверное, было бы правильно, если бы была разработана какая-то законодательная инициатива для Организации Объединенных Наций, которая эти вопросы, по крайней мере, в таком принципиальном, в рамочном плане затрагивала бы. И если среди вашего молодежного форума есть грамотные юристы, международники, или есть какие-то идеи, которые вы хотите продвигать, если вы сформулируете такую инициативу, я вот с удовольствием возьмем ее среди других идей, которые произрастают из этой структуры, и будем ее продвигать. Уважаемые коллеги, мы работаем уже почти час, и с уважением относимся, конечно же, к плотному графику Сергея Викторовича, который нашел возможность с нами встретиться. Я предлагаю его поблагодарить за то, что он нашел возможность с нами сегодня встретиться, у нас была возможность задать вопросы. У нас, безусловно, с вами еще будет возможность обсудить в течение нескольких дней, это и в Казани, и в Уфе. И я думаю, что все те вопросы, которые у нас появятся в рамках обсуждения, в рамках наших пяти направлений, пяти сессий, мы, безусловно, передадим, Сергеевич, вам, если позволите, передадим во все страны БРИКС. И я думаю, что совершенно конкретными задачами, которые мы перед собой ставим, будут совершенно конкретные документы, которые мы с вами сможем сформировать в результате нашей несколькодневной работы в наших городах в России. Сергеевич, спасибо вам большое. Спасибо. Я хотел бы тоже вам пожелать интересных дискуссий, интересных впечатлений. У вас, помимо, собственно, рабочих заседаний, наверняка будут и культурные мероприятия, вы посмотрите целый ряд российских городов, которые имеют свою историю и очень бурно развиваются. Желаю вам хорошей работы и хорошего отдыха. Спасибо. 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 Спасибо.